На этой неделе журналистам из Югры, России и других стран представилась возможность задать свой вопрос губернатору Югры. Наталья Комарова провела свою традиционную ежегодную пресс-конференцию. Из-за эпид-обстановки она проходила в формате видеоконференции. К ней присоединился и мой коллега Василий Сысуев. Он расскажет, какие вопросы медийщики задавали главе региона. Вместо большого зала уютный кабинет, блокнот, ручка и ноутбук. Из-за пандемии в этом году ежегодная пресс-конференция губернатора проходила онлайн. Пресс-конференция началась с медицинской темы. Журналисты из Тюмени интересовались, как продвигается строительство геномного центра в Сургуте. Наталья Комарова рассказала, что он будет располагаться в районе Ледового дворца. На территории уже провели планировку, что позволяет приступить к проектированию и строительству центра. Кроме того, продолжаются переговоры с банками, фармацевтическими и IT-компаниями об их участии в создании центра. Когда я представила эту идею, по сути своей, еще не проект, безусловно, президенту, как вы помните, Владимир Владимирович отметил, что это перспективное направление, в том числе, кстати сказать, и по вопросам, касающиеся сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения арктической зоны. И вот для того, чтобы решать весь круг задач, который стоит перед людьми, человечеством, я скажу, не только перед Российской Федерацией, нужно обладать технологической базой. Много вопросов губернатору касались медицинской темы. В частности, коллег с Урала интересовала вакцинация от коронавируса. Как она будет проходить? Кто получит вакцину в первую очередь? Готов ли регион к такому процессу? Губернатор ответила, что Югра готова. К концу недели в округ поступает 400 доз вакцины. В первую очередь ее получат те, кто находится на передовой борьбе с коронавирусом. Это медики, педагоги, полицейские и соцработники. Отработаны алгоритмы приема, передачи, хранения вакцины. Приобретено необходимое холодовое оборудование. Медработники прошли инструктаж. Я очень рассчитываю на то, что вот эта подготовка адекватна и отвечает всем тем запросам, которые выставлены при организации вакцинации. Аккредитацию на это событие получили больше ста журналистов. Причем это не только югорчане, а также коллеги из Уральского федерального округа и других стран, таких как Китай и даже Замбия. Журналистка из этой южноафриканской страны поинтересовалась у губернатора, чем она руководствуется в своей работе. Наталья Комарова ответила коротко. Первое, на что я хочу обратить внимание, именно я никогда не даю никому никаких советов. Свой вопрос удалось задать и мне. Наталья Владимировна, у меня такой вопрос. Вот 90-летие Югры это событие, без сомнения, культурное, историческое. И, на мой взгляд, отличный повод для того, чтобы вводить новые форумы, новые проекты поддержки югорчан. Вот на ваш взгляд, какие сейчас форумы поддержки и проекты наиболее значимые и, скажем, наиболее эффективные? И на кого они рассчитаны? Собственно, какую конечную цель они преследуют? Вот такой вопрос. Наше целеполагание – это поддержка именно детства, материнства, семьи в регионе. Это социально-демографический проект «Росту в Югре». Почти 17 тысяч семей уже получили. Это мультиконтентная такая карта стоимостью 20 тысяч рублей при рождении у нас в регионе ребенка. Вы абсолютно правы. Обстоятельства меняются, запросы переформатируются в разные совершенно форматы. И это направление деятельности правительства, оно такое не замирает, продолжает развиваться. В этом году пресс-конференция губернатора длилась три часа. Журналисты успели задать 34 вопроса. Они касались экономики, медицины, нефтяной отрасли и многого другого. Конечно, в одном маленьком сюжете мы все это не уместим, но полную трансляцию пресс-конференции губернатора можно будет найти на нашем сайте. Югратв.ру Василий Сысуев, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше чем новости».